До следующего экзамена у выпускников есть буквально пара дней, чтобы перевести дух. 31 мая снова, как говорится, в бой. Следующий ЕГЭ по математике, базового и профильного уровней. Как справиться с эмоциями и психологически подготовиться, как не растеряться во время его написания, важные советы дала опытный психолог. Еще вчерашний выпускник Никита готовится к сдаче самых серьезных экзаменов за все 11 лет обучения в школе. Уверенно иду на экзамены и считаю, что знания, полученные в школе, мне очень пригодятся. Мы все испытываем тревогу или волнение перед важными событиями. И небольшой мандраж даже полезен. Если человек совсем не волнуется, то ему трудно сосредоточиться на задаче. Однако неприятные переживания могут помешать получить нужный результат. Настал час икс. Выпускник пришел на экзамен. Руки дрожат, мысли путаются, а язык не имеет от волнения. Что делать? Хорошо помогает дыхательная гимнастика. Чаще при волнении дыхание становится поверхностным. Из-за этого происходит гипоксия. Необходимо успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов. Палец сжимается вот таким вот образом на выдохе. На вдохе он разжимается. Вдох. Выдох. И тогда позволяет и сфокусироваться на себе, и немножко успокоиться. То есть дыхание это первое. Плюс есть точки, которые можно массировать, которые позволяют нам тоже расслабиться. То есть они посередке. Также хорошо помогает заземляться. То есть стоять на двух ногах. Чаще всего мы стоим на одной ноге. Либо на правой, либо на левой. Перед экзаменом специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и правильно питаться. Сон, витамины, прогулки на свежем воздухе. Все это положительно сказывается не только на эмоциях, но и на памяти, мышлении и концентрации внимания. Волнения и негативные эмоции. От них, конечно, не убежишь. Но они явно не лучшие помощники в подготовке и написании ЕГЭ. Поэтому в первую очередь нужно соблюдать режим дня. 8 часов сна, 8 часов отдыха, 8 часов работы или учебы. Это очень хорошее правило, когда не только быть постоянно в учебе, иметь отдых. И лучше, если это будет физический отдых. И чтобы ребенок в это время не нарушал свои физические нагрузки. Плавал, гулял, катался на велосипеде хоть какое-то время, чтобы переключался. Потому что дети сейчас отдыхают в компьютерах, чаще всего играя, либо общаясь. Это не является отдыхом. То есть это мозг нагружает дополнительно. Лучше свежий воздух. Важно помнить как родителям, так и выпускникам, что ЕГЭ не финиш. Когда ты преодолел какой-то рубеж и можешь расслабиться. Экзамен в школе лишь промежуточный этап оценки знаний. Поэтому необходимо сохранить силы для всего, что будет после ЕГЭ. А впереди будет лето, общение с друзьями, учеба в ВУЗе или работа, новые задачи, трудности и обязательно новые победы. Продолжение следует...